В Краснодаре под председательством главы региона прошло расширенное заседание антинаркотической комиссии. В совещании приняли участие вице-губернатор Николай Далуда, представители правоохранительных органов, региональные министры, главы муниципальных образований Кубани. С подробностями наши корреспонденты. В ходе заседания антинаркотической комиссии губернатор подчеркнул, что в Крае необходима четкая стратегия и отлаженное межведомственное взаимодействие в борьбе с наркоманией. Рост наркомании, я считаю, да, в каком-то, может быть, проценте есть влияние. Работает семья, есть проблемы с заработком, нехваткой финансовых средств. Но в целом, как наявление, никаких наявлений в нашем обществе, я считаю, уж таких кардинальных влияний, оно оказать не может. Социальное равнодушие, равнодушие обществе к этой проблеме. Вот и основные причины. На учете у наркологов сегодня официально стоят 56 тысяч жителей региона. За 11 месяцев этого года зарегистрировано 1739 преступлений, совершенных людьми в состоянии наркотического опьянения. Больше всего правонарушения совершено в крупных городах Края – Краснодаре, Сочи, Новороссийске. В первую очередь, считает губернатор, правоохранителям, силовикам ФСКН необходимо выстроить эффективную обратную связь с населением. Глава региона уверен, эта связь есть, но она односторонняя, формальная. Наркотики, вы их без меня знаете, они уничтожают наш генофонд. Просто уничтожают наш генофонд. Калечат будущее поколение, в том числе и кубанцев. Значит, лишают нас будущего. Вот что такое наркотики. И вот что такое наркомане. Это бомба за негативного действия. Если сегодня мы ее не обезвредим, она взорвется как минимум через 10 лет, только огромным уже взрывом. И мы должны объявить жесткую и бескомпромиссную войну. Вот это мы являем. Жесткую и бескомпромиссную войну наркомане. Все объявить. Именно все вместе. Я не говорю отдельно. Население, края, правительный блок, педагогическая общественность. Отдельное внимание губернатор уделил вопросу ответственности глав муниципалитетов. Именно они, по словам Вениамина Кондратьева, должны контролировать все решения, взаимодействовать с правоохранителями и координировать их работу. Участники заседания пришли к выводу, что в числе самых эффективных средств профилактики – приобщение подростков и молодежи к спорту, организация досуговых мероприятий, разнообразные кружки и секции в муниципалитетах. Особое внимание было уделено такой мере, как демонстрация фильмов и социальных роликов, и увеличение количества публикаций о вреде наркомании в СМИ и интернете. Системную работу по профилактике и борьбе с наркоманией, которая ведется в Славянском районе, необходимо продолжать, не снижая оборотов, подчеркнул после завершения видеоселектора глава района Роман Снеговский. Так держать, как говорится, программа минимум, а программа максимум – улучшать свои показатели и в целом бороться с этим злом. Мне кажется, действительно, это комплекс мер, который должен приниматься. Мелочей в этой работе не бывает. И те секции, которые у нас существуют в районе, и те площадки, которые мы с вами дополнительно открываем. И та информация в средствах массовой информации, которую мы даем, и фильмы, о которых говорят. Алена Лавринова, Игорь Иванчугов, программа «События».